Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей Симонов, ведущий автор канала Добра и Позитива. И в сегодняшнем выпуске будет небольшое такое интервью с родной сестрой Романа Лолошки. Да-да, не удивляйтесь, Лолошки. Алена приехала в Москву, мы с ней списались, соответственно, да. Сейчас я ее жду, буквально через несколько минут мы договорились о встрече. Я думаю, что сядем где-нибудь в кафешечке, да, и, соответственно, я задам несколько вопросов Алене. Лео Манки, так ее правильно называют в Ютубе. Вот, она приехала из Барнаула. Соответственно, я оставлял пост в группе в нашей Добра и Позитива и просил писать вопросы для Алены. Соответственно, вопросы есть, я их все озвучу, задам. Так что рекомендую этот ролик досмотреть до конца. Погнали! Всем привет! С вами Лео Манка. За камерой сейчас сидит Сергей Симонов. Я Брайна Назова? Да! Добро и Позитив! У нас здесь Добро и Позитив. И сейчас мне Сергей будет задавать вопросы, на которые я с радостью вам отвечу. Отлично! Ну, во-первых, я, конечно, хочу всех поприветствовать, ребят. Вы сейчас, на самом деле, видите восходящую звезду Ютуба. Ну, что, пока это смешно, а потом уже будет не смешно, когда у тебя будет миллион. Все будет серьезно. Да, да, да. Короче говоря, у Лео Манки свой канал. Да. Ну, наверное, начнем с того, что я оставлял там тоже много разных комментариев на твоем канале, соответственно, да? И вот мы встретились, соответственно, в Москве. Расскажи вообще, что тебя привело в Москву? Я очень часто бываю в Москве. Это один из самых моих любимых городов вообще просто в мире. Наверное, потому что я еще мало где была, но Москву я просто обожаю. У меня здесь помолится и друзья, и знакомые, и родственники. И просто Москва меня заряжает энергией большой. Здесь хочется творить. Даже вот сейчас я сижу и творю специально для вас, конечно же. Понятно, здорово. Слушай, скажи, пожалуйста, а почему канал Лео Манка? То есть с чем это связано? Я так посмотрел, что у тебя и татуировка есть даже на руке. Да, я вам, кстати, я вам покажу сейчас. Я ее сделала, когда мне исполнилось 18 лет. Но само имя Лео Манка пришло еще в 12 лет. Я посмотрела фильм «Титаник». А там, я думаю, все знают, играет Анатоди Габрио. Да, какая-то маленькая девочка. Конечно же, в него влюбилась. Стала его поклонницей. Просто нереальная поклонница. Я собирала тетрадки, какие-то наклейки. Ты, кстати, знаешь, что я в «Титанике» работал в казино? Ты сейчас сказал просто. Да? Серьезно? В Москве здесь, да. Это было одно из крупных казино, а назывался «На Титане». Ага. Все, у нас какая-то... Представляешь, да? У нас какая-то Саня Сергеевича есть. Да, мы не договаривались. Да. Вот. И получается так, что я решила просто связать как-то себя с этим актером, потому что это же мой кумир, как-никак. Я придумала себе второе имя и называлась Леоманкой. Теперь меня по сей день называют и Леоманка, и Лео. И хочу, чтобы вы меня тоже называли так. Окей, окей. Слушай, такой у тебя у меня вопрос. Вот ты говоришь про «Ди Каприо», да? То есть какие фильмы у тебя любимые, кроме «Титаника» вот с ним? Я на самом деле смотрела все его фильмы. И это... Я не могу выделить какие-то особые... Слушай, мне вот особенно понравился «Остров проклятых». Я не знаю... «Остров проклятых»? Да, но он такой, довольно-таки... Он заставляет, кстати, задуматься, да. Если кто-то любит думать, посмотреть «Остров проклятых». Просто вообще, да. И знаешь, еще какой понравился? «Авиатор», по-моему, да? «Авиатор» про Говарда Хьюза. Это хоть на реальных событиях. Вообще, крутое тоже кино. Вообще, я считаю, что «Ди Каприо», конечно, ну, такой. Он заслуживает уважения. Актер. Да, я его обожаю. Слушай, здорово. Здорово. Слушай, такой вот вопрос у меня к тебе. Тебя вообще в Москву сейчас что привело? Дела? То есть по Ютубу или вообще что-то вот... Это как-то все вот жизнь у меня текет, текет. И все прям идет в правильном направлении. И главное мое направление сейчас – это Ютуб. Я хочу творить, что-то создавать, снимать видео и... Ну, я был на твоем канале, я посмотрел. То есть у тебя все-таки это вот такое вот, ну, некие такое развлечение, да? Это некий такой показ, наверное, да? Я просто смотрю, у тебя вообще такие есть профессиональные ролики, связанные именно с фотографией, с каким-то преображением, что вот с этим связано, да? То есть это конек твоего канала, да? Ну, в первую очередь, конечно, это, наверное, все-таки показ себя, немножко показ своей жизни и развлечения. Очень много развлекательных роликов сейчас уже снято на Ютубе. И в дальнейшем планируется рубрика тоже, где я что-то буду, возможно, где-то рассуждать, что-то показывать вам, делиться каким-то опытом, может быть. На которой хоть и мне 21. Кстати, мне 21. М-м-м, большая уже. Да, я уже большая комбийка. Вот, и развлекать вас. И, возможно, какие-то летсплеи на какие-то игры, но это возможно. А в основном это показ себя, показ своей жизни, развлечения для вас. Летсплеи – это интересно, я думаю. Да, летсплеи, я думаю, интересно всем, особенно по некоторым играм. По некоторым играм. А какая у тебя, кстати, игра самая интересная? Я очень люблю лоночки, вот, и люблю пострелять. Пострелять, да? Все понятно. А Дота? О, нет, кстати, в Доту никогда не играла. Уныла? Нет, не уныла, просто не играла. Понятно, а Майнкрафт как тебе? Майнкрафт, Майнкрафт. Ну, я видела летсплеи, только по Майнкрафту, да. А вот так вот, чтобы играть в него, я все-таки думаю, это игра школьного возраста. Все понял. Слушай, я так понимаю, что тема игры, она тоже там такая, она популярная. И немножко скользкая, я думаю. Да, да, популярная, скользкая. И в то же время она у молодежи такая, ну, живая, что ли, да? То есть все вот любят поиграть. Хотя и взрослые мужики. У меня вот, например, мой, скажем так, соратник по татуировкам, да? Зовут его Генрих, короче. Ему 60 лет, и он играет в танки. Представляешь? И прям реально пропадает. Он говорит, всю ночь могу долбить просто, и все. В танки не играл ни разу? В танчике или именно танки? Ну, да, как она, World of Tank, по-моему, называется. Я, кстати, очень мало играю в игры. Я как-то больше за общение вот так вот с людьми видеться, и что-то именно делать в движении. Но не сидеть за компьютером, и чтобы это было чисто на экране. Для меня лучше, чтобы я сама двигалась. Все понятно, да. Слушай, а такой вопрос. У тебя вот вообще какие, ну, я не знаю, там, ну, кроме занятий в видео, да, какие, может быть, приоритеты еще тоже в жизни есть? То есть музыка, может быть, спорт? Мне как бы хотелось назвать три свои цели в жизни. Это дожить до 100 лет. До 100? Да, именно до 100. Потом можно выбирать. Очень много путешествовать и стать популярным. Это три мои компенсы. Ну, это круто, это круто. А подожди, а популярность это что? Это просто определенный набор подписчиков, количество, либо как, что для тебя популярность? То есть это узнаваемость на улице? Я очень люблю внимание, и я это не забываю. Именно поэтому я создала свой канал на YouTube, для того, чтобы люди наблюдали за моим творчеством. И я это делаю всегда в интровизации. То есть я включаю просто камеру, и что вот идет мне в голову, я и так. У меня получается так. Понятно, понял, ясно. Нет никакого сценария. Абсолютно никакого сценария. Я просто оставлял пост, соответственно, в своей группе Добра и Позитива, и просил задать тебе вопросы, да? Да. И, ну, чтобы было все честно и без обмана, я, наверное, зачитаю тебе вот один из вопросов. Роман Богданов его прислал. Вопрос звучит так. Как выглядит ваш обычный повседневный день? Это очень интересный такой вопрос, потому что здесь именно Роман задает такой вопрос, что обычный день. Для меня каждый день необычный. То есть сегодня вот получается так, что я увиделась с Сергеем, дальше я еду на медитацию, потом еще одна встреча, и все, каждый день, то есть каждый день, что происходит новое. Я не могу называть это обычными днями, поэтому каждый день какой-то особенный день. Слушай, а спорту ты уделяешь время какое-то, нет? На самом деле я пыталась ходить в тренажерный зал, но у меня хватило всего месяц, и я поняла, что я не смогу этим завязываться, потому что это нужно делать регулярно. А я вот такой человек, что не могу что-то делать стабильно. Понятно, понятно. Ну, слушай, ну, не могу тебе не задать этот вопрос по поводу лоложки. Очень. Ну, скажи, раскрой, может, нам правду какую-то свою, там, секрет какой-то. У меня нет абсолютно секретов. Да, я с сестра лоложки, но я не хочу, чтобы это как-то было связано. Рома это Рома, я это я. Все правильно. То есть ты хочешь пройти свой путь абсолютно самостоятельно, и это, я считаю, правильно. Абсолютно верно. Особенно, конечно, это почетно, когда говорит об этом девушка. Девушки в основном слабые, да, то есть они в основном хотят, чтобы какую-то основную такую, ну, нагрузку в жизни несли ихние партнеры, соответственно. У тебя все-таки больше такой мужской, что ли, склад характера, да, то есть по большому счету. Да, кстати, наверное, замечу. Есть такой немножко у меня. Понятно. Слушай, и, наверное, еще вот тоже не могу тебе не задать такой вопрос. Вот ты сказала про путешествия. То есть для тебя это важно, и, в общем-то... Для меня это очень важно. А какие страны ты бы хотела посетить, и какие ты уже страны посетила? Я посетила Таиланд, Индию и Эстонию. И в планах у меня посетить, конечно же, очень много стран. Это Америка, Япония, Китай, Бразилия, Франция. Вот, например, Сергей, он собирается... Да? Я посетую секрет. Нет, 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 у меня все... Я собирается в Израиль, и в Израиль я тоже хочу бывать. Я хочу просто объехать как можно больше стран. Нормально. Я говорю, я человек ближе, и мне это нужно. Понятно. Слушай, но ты вот именно хочешь путешествовать как бы самостоятельно, прокладывать маршруты, там, не знаю, либо просто вот по тур поездке какой-то, по тур по путевке? Нет, для меня кажется, туры... Неинтересно, да? Это как-то уныло. Это когда ты приезжаешь в один отель, живешь в одном отеле, ходишь на море, что-то там. Ну, для меня это вообще скучно. Мне больше интересно все-таки путешествовать дикарем, когда ты вообще не знаешь, что... Ну, с любимым человеком, либо вообще совсем дикарем? Как вот для тебя что? Либо группой какой-то, либо единомышленник? Я поняла для себя то, что мне все-таки интересно путешествовать с компанией. С компанией, да? Да. Я тебя понял. Но можно совместить, конечно, чтобы в этой компании было бы ничего. Понял. А ты плавать имеешь? Вот, кстати, со мной произошел случай в Индии, я там чуть ли не утонула, потому что как раз-таки я люблю плавать. Ну, надо это поправлять. Да, это надо. Надо поправлять, тем более, если ездить в такие страны, где море, океан. Да, но оно, в принципе, не на плайме, оно такое очень спокойное. Понятно, понятно. Слушай, а вот из таких активных видов спорта, например, кайты, серфы, то есть вообще тебя не интересует? Как-то ровно, да? Ну, может быть, потому что я конкретно этим не занималась, и поэтому сейчас у меня нет таких мыслей на эту тему. Но, конечно, если путешествовать, то, естественно, это путешествие все у себя включает. Соответственно, это уже и есть то, что, наверное, мне нравится, потому что это те же эмоции, и я в них их испытываю. Все понятно. Ну, и, конечно, в тему Ютуба, конечно, я хотел бы еще у тебя поинтересоваться, наверное, те каналы, которые вот у тебя в приоритете. И меня интересует именно, вот знаешь, наверное, ну, хотя, ну, скажи сначала вот то, что ты, вот, какие смотришь каналы, что для тебя важно, вот, может быть, что полезного там для себя берешь, чему поучиться, может быть? Вот, я смотрела очень долго на протяжении какого-то времени, не так, чтобы там каждую серию просматривала, но это был весь хорошо. Да. Вот, и недавно тут начала смотреть с Максима из 100-500, который... Галапагос. Да, но я не смотрю его рубрики именно 100-500, а про путешествия, конечно. Как путешествует, рассказывает про путешествия, вот, и мне это стало интересно. А так, у меня нет каких-то приоритетов в плане Ютубера. Нет. Понятно, понятно. Слушай, такой вопрос. Ты с кем-то вообще вот еще, ну, помимо Ванамаса, да, с кем-то встречалась? Ну, с Ванамасом мы только по скайпу. По скайпу, да. Нет, я имею в виду вот в плане, там, у себя в городе или в Москве, может быть, планы какие-то есть там, или... С кем-то увидеться, конечно. Может быть, совместные видео какие-то записать, там, может, глух какой-то дополнительный. Ну, на данный момент сейчас вот отговаривается встреча с Ванамасом, и, возможно, будет какое-то видео именно с ним. Ага, понятно. А так, больше пока нет никаких планов. Все, понял. Именно сейчас какой-то акцент на, наверное, на свою жизнь будет. Понял. И на рубрику, которая сейчас у меня в голове зреет. Все, понял, да, здорово. Слушай, и такой вопрос вообще. Насколько ты приехала в Москву? Ну, пока планирую здесь быть еще несколько дней, а там... Вообще хочется задержаться здесь, потому что, когда я уеду к себе в город Парнаул, мне как-то уже, наверное, там не так интересно, а как-никак, атмосфера, она заряжает человека для того, чтобы что-то делать. И все-таки это Москва. Хочу здесь задержаться. Понятно. Ну что, наверное, подводя итог нашему такому, вообще, можно сказать, что отчасти такого импровизированному разговору, хочу сказать спасибо огромное. Хочу пожелать продвижения к каналу Леоманка, чтобы у него было... Много подписчиков. Мульон. А может, два. Два? Отлично. Да. Вот. Я думаю, что это абсолютно все реально, абсолютно все возможно. Вот. Спасибо за прекрасное интервью. Добра. И позитива. Да, тебе спасибо, Сережа, что взял у меня интервью. И всем пизвучку. С вами была Леоманка. Пока-пока. Все, пока. Пока.